54% родителей в России не знают о льготах на детское лекарственное обеспечение. Причина такой несправедливости в отсутствии информирования населения медицинскими работниками. Эту и другие проблемы здравоохранения обсудили на конференции Общероссийского народного фронта за качественную и доступную медицину. В числе 600 участников была и представительница Ненецкого округа. Возможность рассказать о положении дел в окружной медицине выпала заведующей детской поликлиникой Ненецкой окружной больницы Алле Муратовой. Как региональный эксперт Общероссийского народного фронта она стала участником большой встречи врачей, журналистов и общественников. Масштабность и необходимость форума подтвердил президент, который принял участие в пленарном заседании. В ходе этого форума у меня, естественно, сразу были сравнения оказания медицинской помощи и развития здравоохранения в Ненецком округе. Я хочу сказать, что оно у нас не худшее. По словам Аллы Муратовой, таких проблем, как доступность медицины, лекарственное обеспечение и закрытие сельских медучреждений в округе нет. Тогда как в других регионах люди записываются к терапевту и педиатру за месяц, а на медицинское обследование за полгода. Медицинские учреждения округа беспокоит другая проблема – дефицит кадров. Больницы и ФАПы региона уже не один год страдают от нехватки узкопрофильных врачей. Она и в нашем округе. Это одна из проблем номер один. Но у нас в округе обеспеченность кадрами 44,7% на 10 тысяч населения. Там могу сравнить с Калининградской областью. У них 28% обеспеченность кадрами. То есть это в два раза меньше. То есть всё-таки на нашей территории, в Ниньском округе, работает программа по обеспечению. Как бы стараемся мы её выполнить. Обеспечить кадрами на 100% все медучреждения округа пока сложно. Ведь каждому приезжему специалисту необходимо социальное жильё или компенсация за аренду квартиры. Чтобы вырастить своего врача, понадобится как минимум 6 лет. Говорили на форуме и о зарплате врачей увеличение на 44% документа оборота. Из-за множества отчётов, которые ежедневно нужно сдавать врачу, на пациента остаётся минимум времени. А это напрямую отражается на качестве медицинского обслуживания. За два дня форума участниками было вынесено более 500 предложений. С ними будут работать эксперты Общероссийского народного фронта и принимать соответствующие меры.